Значит, я должен сказать о названии, о приложениях и связях. Ну, во-первых, под приложениями я понимаю более-менее конкретные приложения, чуть ли не в народном хозяйстве, а связи это с другими областями математики. Ну, функциональный анализ вообще находится в центре всей, можно сказать, математики, поэтому, конечно, я только узкий спектр затрону, но он как раз бурно развивается и относится к, я не знаю, как переводить, вот это Computer Science, вот в связи с развитием информатике очень многие, ну, не очень многие, но ряд результатов, которые были, так скажем, чисто теоретическими, никакой радости у прикладников не вызывали, оказались востребованными. Значит, все мои, я старался сделать, чтобы было абсолютно все понятно, я буду на доске писать, но ряд определений я вот на, значит, этой короткой, что ли, презентации записал, чтобы не тратить на них время, и я прямо сразу начну. Первое определение, которое мне потребуется, это поперечник по Калмогорову. Значит, ну, вот это, что написано, вот эта величина характеризует наилучшее приближение пространства, извините, множество b в нормированном пространстве, n-мерным линейным подпространством. То есть, решить задачу, это найти, то есть, дать ответ на вопрос, как можно приблизить множество линейным подпространством оптимальным образом. Раньше, вот в начальный период теории приближения под этими подпространствами были пространства полиномов, алгебраических или тригонометрических, но вот как раз приложение связано совсем другого рода подпространствами, и они, значит, в частности могут быть просто случайными. И сразу же второе определение, значит, да, я хочу сказать, что, значит, это определение Андрей Николаевич Калмогоров в тридцать шестом году дал, может быть, так скажем, с такими ему даже до конца неясными целями. Ну и результат, который он отметил, он, в общем-то, достаточно очевиден. Если мы берем евклидопространство, у нас есть эллипсоид, то k-мерный поперечник реализуется на подпространстве, значит, включающем вот эти наибольшие оси, k наибольших осей эллипсоидов. Это совершенно понятная геометрическая вещь, и, значит, результат есть, он был, собственно, в линейной алгебре известен, но, конечно, вот это определение, само понятие принимает сейчас такое фундаментальное значение. Значит, как, значит, я, ну, начну со своего результата, старого, 1977 года, потому что он достаточно элементарно формулируется и как раз находит приложение. Значит, ну, еще вот этот тут жесткий фрейм, это тоже совершенно элементарная вещь, даже можно, как говорится, у меня все конечномерное, то есть о чем идет речь? Берется нормированная матрица n на n, вырезается первая n строк, и тогда, вот здесь n, здесь n, вот тогда жесткий фрейм, это просто набор векторов, значит, образованных вот этими укороченными столбцами. Ну, ясно там написано, что из-за того, что я сказал, что вот такое равенство есть, и следующее можно? Значит, и также из линейной алгебры следует, что при n больше n, вот это u, вот этот фрейм, это переполненная система, для любого x мы можем записать разложение по фрейму, такое фурье разложение, это обобщение обычного ряда фурье, но это представление не единственное. И мы, значит, вот об этом тоже поговорим. Значит, результат, который применяется сейчас достаточно активно, вернее, так сказать, там, конечно, были последующие вещи, но в основе вот лежит следующий геометрический факт, вот это моя работа 1977 года. Значит, мы берем евклидов шар размерности n большое, но в приложениях n большое может быть там миллион. И мы хотим оценить его поперечник. Ну, ясно, что в евклидовой метрике никакого нетривиальной оценки нет, всегда единица, это если единичный шар, а вот в метрике L бесконечность, то есть в максимум координат, значит, ситуация нетривиальная. Значит, какие, значит, ну, прежде всего, что хотел бы сказать. Если даже мы берем подпространство размерности n-1, то есть вектор ортогональный, ну, вот если вот так, то есть вектор ортогональный этому подпространству, у него норма в L2 единица, поэтому, значит, у него одна из координат больше и равна по модулю, чем единица на корень из n. То есть отсюда сразу вытекает, что поперечник n-1, n-1, n-1 евклидового шара в L бесконечность n больше равно единице на корень из n. Значит, вот результаты, которые были получены, они, два факта я отмечу. Первый, что если мы увеличим размерность, допустим, в сто раз, тут оставим m, ну, n-1, значит, то все равно такая же оценка сверху имеет место. То есть, иными словами, поперечник dn, b, 2, r, n, то есть мы увеличиваем размерность там в 20 раз, в L бесконечность n, он имеет порядок единица на корень из n. То есть сверху снизу с константой, давайте так, меньше равно, самое главное, константа, зависящая от r на корень из n. Это первый факт. А второй факт, он, так сказать, наиболее в каком-то смысле важный. И с уточнениями Горнаева и Глузкина, который через семь лет там уточнили логарифмический множитель, он состоит в том, что dn, вот шара размерности m в том же L бесконечность m, есть O малая от единицы, если m есть 2 в степени O малая от n. то есть это значит, что мы можем нетривиально приблизить шар, огромный шар, под пространством логарифмической почти размерности с малой погрешностью. Вот это и, так сказать, основа первого приложения, которое эта, значит, вещь имеет, это так называемый компресс-сенсинг, это целое направление вот сейчас в обработке сигналов. Я даже думаю, что многие, конечно, те, кто ближе к функциональному анализу, знают, и в каком-то смысле я буду повторяться. Но какого типа результаты получаются? И они, значит, внедрены в практику и, значит, в частности, если мы берем современные программы компьютерного томографа, они реализуют, вот, значит, основаны на этом эффекте, что мы можем сжать очень сильно изображение и оставить существенную часть. Значит, это деятельность компресс-сенсинг состоит в следующем, то есть, вот для того, что будет сейчас сказано, как раз, ну, я поясню, значит, нужно использовать матрицы те и только те, которые обеспечивают порядок поперечника здесь. Вот, значит, решается задача следующая. У нас есть вектор x, n-мерный, и технологически, что ли, есть приборы, которые, для которых вычислить скалярное произведение xy с каким-то вектором, это то же самое, что одну координату его вычислить. Просто это, значит, не дает дополнительной сложности. И мы поэтому хотим найти матрицу, ну, тут она n на n, а, так, чтобы мы могли восстановить x по вектору y, равной ax. Ну, n гораздо меньше, чем n большое. Ясно, что такого сделать нельзя, так сказать, так как система неопределенная. Но в случае, если мы знаем, а это как раз, так скажем, на практике происходит, что вот этот вектор x разреженный, то есть имеет не так много существенных координат, то такое восстановление возможно. Это делается, это уже после, в 2006 году американскими математиками было предложено. Ищется, значит, решение x при помощи L1-минимизации. И весь, как говорится, пафос состоит в том, что легко понять, что если у матрицы А любое n на n минор не равен нулю, то любой вектор, разреженный n пополам, он однозначно восстанавливается по y. Но эта n-п полная задача, и вот именно алгоритмически ее решить невозможно на данный момент. А с помощью вот такой выбора специальной матрицы, это получается быстро и эффективно. Я сказал, что это внедрено в практику. Так вот, главный вопрос, какую матрицу взять? И ответ состоит в том, что те и только те матрицы подходят, для которых подпространство инмерное, порожденное строками вот этими, оно дает порядок поперечника. То есть поперечник возникает здесь совершенно естественно. Это мы с Владимиром Николаевичем написали работу, потому что это излагалось по-другому, но в принципе, вот эта вещь, которая, так скажем, уже достаточно плотно используется в практике. А вторая вещь, которая тоже сейчас используется, и здесь понятно, как это, почему это и так далее. Значит, второе приложение, которое сейчас тоже используется в такая область, как называется Federated Learning, но на самом деле это никакое не обучение, а это технология выкачивания информации из наших мобильных телефонов крупнейшими корпорациями. Это такая опасная ситуация. Значит, и вот это Federated Learning встречает сопротивление, так скажем, и людей, и других организаций, потому что эту информацию продают они, и встает вопрос так называемой privacy. То есть, значит, вот каждый звонок наш или выход в интернет с нас выкачивает информацию, но ограничение даже законодательное о минимизации этого дела, то минимизации того количества битов, которое разрешается скачать с этого телефона. И здесь используется как раз вот первая оценка, каким образом, значит, вот мы имеем здесь разложение фрейма, фреймов, так скажем, разложение. Ну, надо, я могу, как говорится, тут откровенно сказать, я сам не понимаю, как это до конца используется, но используется следующая вещь. Вот мы имеем x, который у нас разлагается, вот этот ряд по фрейму, сумма x уитая, уитая, от единицы до n, а x у нас из rn. И, естественно, бывают ситуации, когда один коэффициент огромный, остальные, они, значит, маленькие. И вот эта вещь, она, в частности, при квантизации вот этих коэффициентов, потому что все это на компьютере делается, вызывает большие проблемы. Так вот, если мы берем те же самые подпространства, только уже размерности, значит, n на лямбда n, где лямбда любая константа больше единицы, там тогда погрешность единицы на корень из n в этом поперечнике. И вот с помощью этого же фрейма мы можем очень быстрый алгоритм найти, который x представляет в виде сумма цэйте уитая, где цэйте по модулю не превосходит константы от лямбда зависящей, делить на корень из n. И вот это как раз оказывается важно, они пишут, что это ускоряет там 8 раз, так скажем, обработку. То есть, сам идея в том, что это на самом телефоне все происходит, обработка, и никто не может сказать, что его там что-то, ценную информацию скачали. Так вот, значит, как строится, да, и вот этот алгоритм, как он работает? Это довольно любопытно, очень просто и быстро работает. Каким образом? Мы берем x, вот разлагаем его таким образом, потом берем те коэффициенты, которые по модулю удовлетворяют вот этому условию, отдельно собираем те, которые не удовлетворяют этому условию, вот это мы обозначаем y, это сумма x уитая, или давайте z, x уитая, уитая, модуль вот этого x уитого больше вот этой колямбда на корень z. Ну, там надо правильно ее выбрать. И тогда мы опять к этому z уже, значит, применяем вот это фрейм в разложении, то есть, разлагаем скалярное произведение вместо уитого будут z-итого. Опять то же самое делаем, и за логарифм n шагов мы получаем вот такое представление. Оно оказывается в разных местах, но в частности, вот в том, что я сказал, востребовано. на практике. И вот в связи с этой, значит, с этим же результатом, это еще одна тема, которая весьма интересная. И в другой форме возникла задача, которая здесь остается открыта еще в 30-е годы у Меньшова и Калмогорова, я скажу. Значит, но речь идет о неравенстве Гретендика. Значит, неравенство Гретендика – это фундаментальный такой факт из функционального анализа. Это основное, что Гретендика в этой теме, значит, сделал. Она состоит в следующем. Что если у нас а и ж любая матрица, то супремум вот этой такой формы квадратичной, это скалярное произведение в L2-01 или в другом Гильбертовом пространстве, пусть квадратное. Ну, можно модуль поставить. Не превосходит константа Гретендика. Она меньше 2, там точное значение неизвестно. Супремума по ε и дельта g. Вот обычный тогда квадратичный, равный плюс-минус единице. Сумма а и ж епсилоны дельта g. Вот, значит, такая величина. И ж от единицы опять же до n. Значит, вот это неравенство Гретендика, почему оно стало использоваться в компьютерах сайенсов. Потому что вот эта величина, вот найти этот супремум – это очень важная задача в разных вопросах. Не только там еще и в физике это важно, но вот в компьютер сайенс это важно. Задача MaxCat называется. И она не решает, то есть тоже НП полная, что дает неравенство Гретендика. А вот эта часть, она, как ни странно, сложнее, потому что здесь функции… А, извините, надо написать FIGG из BH. Единичного шара в Гильбертовом пространстве. Поэтому ясно, что эта величина больше, чем эта. Просто можно взять единичные функции. Ну вот, вот это вот такое неравенство. Поэтому, зачем это нужно? Мы можем полиномиальным алгоритмом вот это вычислить, и с точностью до константы найдем вот эту величину. Причем я тоже это не очень хорошо понимаю, так сказать, эту на уху. Но что там любопытно? Значит, результат такого типа, что найти ее… Это НП полная задача, вот этот супремум. Найти ее с точностью до 10%, грубо говоря, это тоже НП полная задача. А найти ее с точностью 5%, в смысле, я имею в виду с погрешностью в 10 раз, вот эта теорема Гротендика. То есть здесь, значит, такие вещи весьма любопытные. И, значит, вот оказалось полезным для алгоритмических вопросов введена такая величина, называется константа Гротендика графа. Это введен налоном и с авторами. Значит, что это такое? Если у нас задан граф Г, вершины у него и ребра, то это, по существу, наилучшая константа… А, извините, что я должен сказать? Значит, вот здесь одна, так скажем, есть некая странность. Это билинейная задача. Вот здесь, значит, и она сводится к такой геометрической задаче. Вот у нас заданы функции F и T из BH, то есть единичного шара в гельбертном пространстве. Надо найти функции G и T и G и T с волной. И, значит, так, что скалярное произведение F и T и F житая равно скалярному произведению G и T и G житая с волной. И самое главное, что мы хотим найти, то есть обеспечить, чтобы нормы вот этих геитых в L бесконечность были бы ограничены. Константы, не зависящие от числа этих функций, просто абсолютные, постоянные. То есть какая здесь геометрическая задача? Значит, у нас есть вот эта матрица, грамма этой системы, и мы хотим найти пару ограниченных функций с такой же матрицей грамма. Но вот здесь принципиальный момент, что здесь разные функции берутся, потому что легко понять, что с одинаковыми, то есть с квадратичной формой здесь ничего не получается, надо разные функции брать. И вот тут, значит, есть старая задача, которую, так скажем, сформулировал в явном виде Александр Моисеевич Алевский где-то лет, наверное, 40 назад. Но вот по существу она возникала еще у Меньшова с Калмогоровым и состоит в том, что, значит, все примеры вот этих матриц грамма, для которых такое невозможно, с одинаковой, так скажем, геитая равно геитая с волной, они вырождены, то есть это вырожденная система. То есть вопрос такой, значит, есть ли функции заданные ФИТ от единицы до Н из шара, и мы знаем, что они в каком-то смысле близки к ортогональным, то есть сумма АИТФИТ по норме в Эль-2, ну, ваш, меньше равно сумма АИТФКвадрат. Вот такое еще дополнительное условие. Верно ли тогда, что существуют функции уже, вот такая, набор функций геитая ограниченных, геитая и геитая имеют ту же матрицу грамма? Вот это открытая задача. А вот в компьютер-сайенс была введена, значит, константа Гретендика для графа, это я уже его тут стер, этот граф, но, грубо говоря, это наилучшая константа в неравенстве Гретендика для матриц. Вот если у нас граф ГВИ, то мы рассматриваем матрицы, любые АИЖИТ, но такие, что АИЖИТ равно нулю, если, ну, ребро, то есть вершина ИТ, если вот этого ребра ИЖИ, не существует. И вот тогда, значит, встает вопрос, как оценить, значит, вот эту константу, она нужна там для алгоритмических каких-то там целей. Если граф достаточно, ну, полный граф, то у него эта константа имеет порядок логарифм МЕН. Это примерно... Только, извините, я неправильно сказал, не неравенство Гретендика, а неравенство для квадратичного неравенства Гретендика. То есть, значит, ну, по существу вот эта самая вещь только требуется не то, чтобы вот они были ортогональны, а требуется условие на то, что матрица, значит, имеет нулевые элементы для той пары, когда нет ребра. Вот. Эта деятельность, значит, тоже продолжается. И вот эта задача, которую я сказал, она возникла-то еще в 30-е годы. Почему? Потому что Меньшов построил систему там с какими-то определенными свойствами. Был вопрос, можно ли, ну, чтобы у нее ряды там расходились, я не буду вдаваться. Но было неясно, можно ли такая система быть равномерно ограниченной. Он ее построил на отрезке от нуля до одной второй или от нуля до единицы. И надо было продолжить ее до ортогональной. И он показал, что ее продолжить до ортогональной можно. Но вопрос, можно ли продолжить до ортогональной и равномерно ограниченной, Вот этот вопрос он решал каким-то кустарными способами, так сказать, специальным образом для этой системы. А в целом этот вопрос сейчас интересует компьютер-сайенс, а возник по существу в те времена. Так, я что-то, по-моему, малость задержался. Значит, следующая вещь, которую я хотел сказать, ну, совсем я тогда буду кратко, можно дальше? Значит, вот N-членное приближение. Эта вещь тоже вовсю используется, как говорится, в приложениях, потому что... Вот почему эти разреженные вектора возникают? Потому что... И почему вот это вейвлеты, или как всплески по русскому переводу, используются в приложениях? Потому что техники, ну, инженеры признали, что разложение реальных изображений, в частности, картинок, в вейвлет-базисе разреженное. И поэтому имеет смысл не брать подряд какие-то элементы, а допускать возможность выбора аппроксимирующего полинома совершенно произвольным образом. Совершенно произвольным образом. Вот здесь это, значит, и написано. Вообще, формально говоря, эту величину ввел Сергей Борисович Стечкин в 50-е годы. У него была работа о наилучшем приближении функций любыми полиномами. Ну, он там такое достаточно простое неравенство числовое доказал. Но уже в начале 20-го века в теории, в спектральной теории, было понятно, что вот наилучшее приближение часто дается вот такими полиномами по собственным функциям, отвечающим наибольшим собственным значениям. Значит, и здесь есть техника и методика, которая позволяет дать оценку снизу для какого-то класса. Ну, это речь идет об одной функции, а дальше можно? Значит, если у нас задан какой-то функциональный класс, ну, давайте, k, и мы хотим оценить супремум по f из k вот этих наилучших приближений, то здесь есть геометрическая техника, значит, она достаточно хорошо работает и больших проблем нет. Но, естественно, для приложений здесь важно, как строить эти мчленные приближения. И здесь, значит, целая есть наука, так называемые гриди-алгоритмы. Ну, это вещь, которая достаточно хорошо известна. Я его просто тут выписал, чтобы те, кто никогда с этим не сталкивался, поняли, что это совершенно, так скажем, по идее совершенно простая вещь. То есть, если у нас, допустим, Гильбертово пространство, и мы элемент хотим приблизить по словарю вот этому эфиита, это не обязательно, естественно, ортогональная система, потому что в этом случае просто надо взять ряд Фурье и взять наибольшие коэффициенты, m наибольших по модулю коэффициентов. Алгоритм работает понятным образом. Мы ищем для данной функции на первом шаге элемент, который максимизирует скалярное произведение. Значит, берем его в качестве первого приближающего элемента, вычитаем, получается погрешность, и к ней то же самое применяем. Значит, в итоге после m шагов мы имеем представление, значит, pm, где m членный поленом, плюс дельта m. Алгоритм, естественно, очень понятный, просто программируется, и это самый простейший, так скажем, вариант, но на самом деле их существует много, и у нас, собственно, вот Владимир Николаевич Темляков, он, наверное, единственная монография существует, так скажем, которая полностью посвящена грине аппроксимации. Это деятельность, которая использует и какие-то комбинаторные вещи, и геометрические, и техника тоже совершенно разная. Но тут тоже есть много нерешенных задач, и в частности, вот этот гриди-алгоритм, который я описал, если у нас задано множество а, вот просто задачу я скажу, она открыта, значит, есть словарь фи, такой, что вот это множество лежит в выпуклой оболочке вот этой системы. Вопрос, значит, ну, вообще известно, что если полная система задана, то это гриди-алгоритм всегда сходится, но вопрос, с какой скоростью, потому что это именно то, что в приложениях нужно. Так вот, значит, есть степенной порядок, что вот эти н-членные гриди-алгоритм-аппроксимации имеют порядок погрешности n-гамма, число гамма, оно до конца точно неизвестно. Ну, это может быть больше теоретическая вещь, но такого типа вопроса они возникают и в гораздо более практических вещах. Ну, я не буду здесь это долго описывать, эту тему, потому что перейду к следующей теме, операторные нормы матриц и подматриц. Значит, ну, операторные нормы матриц, можно, а, вот она написана, это, значит, понятная вещь, если PQ равно 2, это обычная операторная норма, и вопрос, который, значит, здесь рассматривается, здесь рассматривается он следующий. Вот у нас матрица задана, значит, ну, тут мне выгоднее, по-моему, так рисовать, хотя это неестественно. Вот матрица А, и, допустим, норма ее, обычная операторная, 2,2, равна единице. Значит, вот здесь у меня был первый результат в 80-м году, он совершенно понятным кажется. Если у нас N большое, а здесь N малое, N на N велико, ну, больше, чем некая константа, достаточно большая, K, то существует подматрица, значит, вот А от омега, то есть существует омега, модуль омега равно N, и норма А от омега меньше эпсилона, K-эпсилона. Значит, ну, вот такая вещь, которая кажется, так скажем, естественной совершенно, но ее надо доказывать, потому что норму так по-простому с ней не разберешься. Она возникла, задача, вот тоже любопытная, из одной задачи Калмогорова, относящейся к сходимости почти всюду. И вот эта задача Калмогорова, она до сих пор не решена, хотя очень такое сильное продвижение было сделано Бургейным, Жаном Бургейным, который, к сожалению, скончался несколько, два-три года назад, но получил вот в этой тематике очень много важных результатов. Но я просто, значит, поясню, почему как-то связано с сходимостью почти всюду. Значит, если у нас задана нормированная система, пусть матрица ортогональная, то при изучении сходимости почти всюду, какого типа задачи возникают? Мы берем у этой матрицы срезку, то есть столбец мы обнуляем выше какого-то уровня, зависящего от номера столбца. И хотим оценить норму вот этой матрицы, вот это, то, что под этим графиком лежит. Но самая простейшая ситуация, когда эта матрица вот такая треугольная, на самом деле ничуть не легче. Ну и, собственно, много раз передоказывалось, впервые Меньшов это получил, что норма вот этой матрицы всегда не превосходит логарифм n. Как это доказывается? Вот это типичное рассуждение теории ортогональных рядов. Мы вписываем квадрат, естественно, под матрицей имеет меньшую норму, значит, есть единица, потом два уменьшенных, они в сумме тоже имеют норму единица и так далее. Ну вот логарифм n слоев мы имеем, каждый слой имеет норму единица, и в результате у нас получается оценка Меньшова. Так вот, я хотел... Значит, задача Калмогорова о перестановках гораздо сложнее, чем следующая задача. Мы должны переставить строки так, чтобы после этого вот эта треугольная проекция имела ограниченную норму. Потому что там надо все вообще эти графики, так скажем, рассматривать. Ну вот эта задача... Значит, то, что я рассказывал из этих результатов, в метрике L2 не получалось. И потом Бургенца, Фрири занимались, они тоже этой задачей занимались, тоже в метрике LQ там все получалось, в L2 не получалось. В результате, значит, вот тот путем, которым мы шли, вот так скажем, он почти до конца доходит, там некие логарифмы возникают, но принципиальный вопрос оставались нерешенными. И здесь возник совершенно новая техника, которую Маркус, значит, с авторами, это американский математик из Геля, применил, совершенно по-другому действовал. И они, ну это только, вот из их результата это можно вывести, хотя это, казалось бы, совершенно такая, но это не главное. Они решили так называемую старую задачу Кодисона-Зингера, она из квантовой механики возникла, значит. И результат, который фактически и есть, теорема Кодисона-Зингера, он относится к линейной алгебре, который, с моей точки зрения, замечательно простая вещь, значит, и важная техника у них, ну я скажу два слова, если у меня время еще есть немножко, значит, то, что это стоит сказать, значит, они, вот любую матрицу, вот эта матрица А с нормой единица, и норма ВИТ меньше эпсилон. Вот это В1, ну так, строки. Вот такая матрица. Утверждение, что можно вот этот отрезок от единицы до Н разбить на две части, не пересекающиеся, омега-1 и омега-2. Так что норма А от омега-1 не превосходит единицы на корень из двух плюс там 2 эпсилон. И норма тоже 2,2. А от омега-2 тоже не превосходит единицы на корень из двух плюс 2 эпсилон. То есть, иными словами, мы можем разбить так, что экстремально малые нормы у каждой части, это ясно, что это экстремальное значение, и отсюда следует, что и для любого вектора и нижняя оценка имеет такую же форму, потому что это ортогональная матрица, и в сумме норма образа любого вектора, примененного к этому, плюс, ну, если в квадрате, возвести, дает единицу. Вот эта фундаментальная вещь, совершенно элементарная по формулировке, показывает, какого типа здесь возникают результаты. Доказательства очень сложные, но идейно-то оно простое. И используют вот тоже гриди-алгоритмы и так называемую формулу Шермана-Моррисона. Это достаточно простая вещь, и как я до этого я ее не знал, честно скажу, но она используется в разных прикладных вопросах, и в линейной алгебре она, конечно, хорошо известна. Речь идет о следующем. Мы имеем матрицу А невырожденную, прибавляем одномерную матрицу, то есть матрицу ранга 1, ну, давайте, как-то В, и тогда вот эта матрица обратная к этой выписывается, как А-1 плюс погрешность. Я не буду сейчас выписывать эту формулу, но вот как раз они последовательно, вот эти одномерные вектора, то есть вот эти строки добавляют, и с помощью сложных рассуждений они, и там у них еще есть вероятностная часть, то есть это все довольно сложное дело и неэффективное. Здесь вопрос об эффективизации, конечно, остается открытым. Но вот эта деятельность о свойстве подматрицы, значит, она развивается, и там есть много нерешенных вопросов. Прежде всего, если мы норму изменим П-Ку, то таких хороших результатов окончательного характера нет, лишние всюду логарифмы. Ну и последнее, что я сюжет, который я хотел сказать, это жесткость матрицы и эпсилон-ранг. Значит, что такое жесткость матрицы? Жесткость матрицы – это величина, которая тоже связана фактически так, по идее, с поперечником, ну, в своеобразной метрике. Она имеет важную роль в компьютер-сайенс. Значит, функция устойчивости – это вот матрица А задана, вот РА от Р. Это что такое? Я у меня время заканчивается, так понимаю. Ну, я сейчас уж тогда еще… сколько нужно изменить элементов, чтобы свести ранг до R. Вот такая вещь. Значит, и у них уже 40 лет есть проблема построить эффективно матрицу, у которой большое, вот эта величина большая. то есть, ну, я ограничусь тем случаем, когда мы хотим ранг в два раза уменьшить, до N пополам, допустим. И случайная матрица обладает таким свойством, что, значит, чтобы уменьшить ранг в два раза, надо примерно половину элементов изменить. И вопрос, можно ли эффективно построить матрицу с таким же примерно свойством, или хотя бы с более слабым свойством? Это, значит, у нас была работа с разбором и очень слабый результат, оценка снизу. И мы думали, что просто у нас значит, метод такой слабенький. Мы рассматривали самый естественный пример матрицы Адамара. Это матрицы ортогональные с коэффициентами плюс-минус-едбутцы. Самая простая из них это матрица Олша. Так вот, значит, в 17-м году Алман и Вильямс, там два каких-то математика американских, это из Computer Science, показали, что вот у этой матрицы Олша вот эта величина мала. То есть, она как контрпример к их задачи не подходит. Что это значит? Что мы берем матрицу Олша, ну, ее у нас все знают, кто ортогональными рядами занимается, и можем изменить н1 плюс дельта элементов, дельта маленькое число, маленькое, и опустить ранг до н1 минус дельта. Но n это в данном случае маленькое, это размер. Ну и последнее, вот просто я к тому говорю, что там очень, так сказать, тоже интересные вещи, которые и для теории функции интересны, и для прикладных, то есть, и для компьютер, кстати. И последнее, я уже раз тут написал, эпсилон ранг. Эпсилон ранг это тоже величина, фактически это в точности поперечник по Калмогорову в метрике L-бесконечность семейства строк матрицы. То есть, мы хотим изменить элементы матрицы на эпсилон, вот, не более, чем на эпсилон, и свести ранг уменьшить, кардинально уменьшить ранг. Вот. И надо сказать, что вот они занимались компьютер-станец, но поперечники, оценки поперечников у нас хорошо развиты, и, собственно, они там ничего нового не сделали по сравнению с тем, что в теории аппроксимации сделано, но в конце концов они занялись задачей, которую мы пытались долго уже после того, как увидели, что там происходит, сдвинуть, но она осталась открыта. Я ее, наверное, сформулирую, на этом закончу. Речь идет о следующем. Вот у нас матрица такая, единицы ниже диагонали, а тут нули. Встает вопрос, каким подпространством можно приблизить нетривиально вот эту матрицу, то есть, чтобы мало изменить элементы и свести ранг к нулю нельзя. И вот я просто хочу показать, что здесь очень такие любопытные вещи. Это совершенно неочевидно, но можно значит ранг уменьшить за счет малого шевеления элементов можно опустить ранг до логарифм n в кубе. И нельзя опустить до логарифма n в квадрате. Вот этой матрицы. Чуть-чуть изменить элементы и вот ранг станет вообще ничтожным. Тут n, а тут логарифм n. А вот что здесь у нас не получается и у них не получается. То есть здесь вот я пытался как-то пояснить, что очень разнообразные связи с другими областями и часть из них имеет практическое приложение. Ну извините, что я задержал. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...